В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Иммунитет – защитник нашего организма. Именно он отвечает за то, как мы себя чувствуем, часто ли болеем, как сопротивляемся бактериям и вирусам. Вместе с тем, вокруг него создано немало мифов. О реальности и заблуждениях, связанных со здоровьем иммунной системы, мы поговорим сегодня. В гостях у нас заведующая аллерго-респираторным центром Владивостокской поликлиники номер 3 Александра Власова. Александра Олеговна, здравствуйте. Здравствуйте. Но первый вопрос и самый главный. Что же всё-таки такое иммунитет? Иммунитет. Иммунитет – это способность организма противостоять чужеродным агентам. Чужеродными агентами могут выступать бактерии, вирусы, грибки простейшие. То есть это такая надзорная система нашего организма. При этом она распознаёт чужеродное, его элиминируют из организма и обладает так называемой толерантностью по отношению к собственным клеткам ткани. Поэтому это очень важная система, которая может быть не сразу видно. Если мы, допустим, с вами говорим о желудочно-кишечном тракте, мы сразу в голове рисуем, да, там, желудок, кишечник. Или мы говорим о дыхательной системе, мы примерно представляем трахею, лёгкие. А иммунная система, ну, сложно её, да, вот что в голове рисуется, сразу представить. Потому что клетки иммунные, они циркулируют всё время в кровеносном русле, и они всё время стоят на страже нашего здоровья и стремятся сохранить так называемый гомеостаз, то есть постоянство внутренней среды, к чему мы все стремимся. Потому что мы рождаемся с иммунитетом, он так называемый врождённым, это первая форма иммунитета. Второй, так называемый приобретённый или адаптивный, который формируется в процессе адаптации, в то время как на нас влияют факторы окружающей среды, внешние агенты. И это очень важная система, которая неразрывно связана с другими системами организма. Но она именно направлена на то, чтобы сохранить постоянство внутренней среды, убирая ненужное, и противостоя бактериям, вирусам и другим чужеродным агентам. И что же на него всё-таки влияет, какие факторы? Очень много факторов, которые влияют на организм и на иммунитет в целом. Это и внешние, и внутренние факторы. Внешние факторы – это экологическая обстановка, повышенный радиационный фон, различные микроорганизмы. Внутренние факторы – это образ жизни человека, его вредные привычки, курение, алкоголь. Образ жизни малоподвижный, как правило, у современного человека, который живёт в индустриальном городе, который утром проснулся, выпил кофе, сел в автомобиль, доехал до работы и обратно ту же манипуляцию проделал. Дома вечером на диван ещё сел. Да, питание. Как правило, нерациональное, несбалансированное. Опять же, это определяется таким ритмичным образом жизни современного человека. Я всегда пример привожу автомобиль. Если мы хотим, чтобы он долго нам служил и долго ездил, мы должны заправлять его качественным топливом. Многие автолюбители заправляются только на определённых заправках. То же самое и здесь. Если мы будем давать организму некачественное топливо, некачественное питание, которое не сбалансировано по витаминам, минеральным веществам, КБЖУ, то, соответственно, служить он нам будет не так долго, как бы нам хотелось. Какие ещё можно называть внутренние факторы, которые влияют на иммунитет? Это серьёзные какие-то травмы, хирургические вмешательства, нерациональный приём лекарственных препаратов, БАДов. Сейчас очень это популяризировано не только в аптечных сетях, но и в онлайн-магазинах. Биологически активные добавки, которые люди принимают нерационально, предварительно не сдав какие-то анализы, не пройдя обследования. Это тоже влияет так или иначе на организм. Поэтому факторов их очень много, о которых мы вот только сказали буквально несколько. Но всё это ежедневно на нас влияет, и на иммунитет в целом тоже. А кто больше подвержен риску, скажем так, заболеваний иммунной системы? Есть определённые категории лиц, которые я бы выделила. Допустим, у детей есть 5 критических периодов иммунной системы. Первый – это до 28 дней. Пока ребёнок родился и получает материнские антитела матери. Что такое антитела? Это белковые молекулы, которые вырабатываются в нашем организме в ответ на какой-то внешний фактор, раздражитель, бактерию, вирус и так далее. И ребёночек родился, он через плаценту получил эти антитела. Они у него есть, они его защищают. 28 дням они начинают разрушаться. Поэтому если ребёнок не на грудном скармливании, ему это сложно получить за счёт искусственного питания. Ещё есть несколько периодов для ребёнка критических по поводу иммунной системы. Но один бы я выделила, это 4-й период, 4-6 лет, когда ребёнок начинает посещать детский сад, детский коллектив и начинает чрезвычайно часто болеть, с чем часто приходят мамы на приём. И 5-й период – это пубертатный период, 12-15 лет, когда происходит гормональная перестройка. Вообще три системы интегративных – это нервная, иммунная, эндокринная. Они неразрывно связаны друг с другом и взаимно влияют друг на друга. И если мы говорим уже о гормональной системе, то следующая категория людей, кто в зоне риска в плане иммунных проблем – это, конечно, беременные. Потому что это не патологическое состояние женщины, это физиологическое. Но тем не менее сам факт того, что она беременна и вынашивает 50% генетической информации чужеродной ей от папы, её вводит в состояние иммуносупрессии, чтобы не было выкидыша. Поэтому здесь тоже стоит особое внимание уделить таким женщинам. И пожилые лица. Лица, которые 60+, 65+, это уже по Всемирной организации здравоохранения возраст пожилого человека. Такие люди тоже в зоне риска по поводу проблем с иммунной системой. В плане чего? В плане того, что снижается количество клеток лейкоцитов, которые стоят на страже здоровья, чтобы бороться с бактериальной инфекцией. У них уже у пожилых людей вырабатываются, как сказать, антитела в таком же уровне вырабатываются, о котором мы говорили. Но они должны соприкасаться с антигеном и блокировать его. И вот эти связи уже становятся менее точечными. И, в принципе, точность иммунного ответа у таких людей снижается ещё на фоне того, что у них есть коморбидные состояния. То есть сопутствующие заболевания, сахарный диабет, гипертоническая болезнь и многие другие, что тоже является тягощающим фактором для своевременного и полноценного развития иммунного ответа. Мне кажется, ещё в группе риска, наверное, те, кто принимает по тем или иным причинам иммуносупрессоры. Да, верно. То есть есть такая группа заболеваний, аутоиммунные заболевания. Ими занимается ревматологическая служба, врачи-ревматологи, как правило. Что такое аутоиммунное? Это когда организм воспринимает свои клетки и ткани как чужеродные, начинает их атаковать, активно вырабатывая антитела. И если мы заговорили о тех людей, вот именно этой категории людей, которые принимают иммуносупрессивную терапию, вообще иммунотерапия различается три категории. Иммуномодулирующая, иммуносупрессивная, иммуноактивная терапия. И, конечно, лица, кто принимает эти препараты, иммунитет подавляет он весь. Он не различает, что это аутоиммунное воспаление, значит, я его подавлю. Он на другие звень иммунитета тоже воздействует. Поэтому такие лица, конечно, тоже в категории тех, кто требует прицельного внимания для иммунолога. Как защитить свой иммунитет? Что для этого нужно делать? И кому можно защищать свой иммунитет? Можно всем, с детского возраста, можно в себе воспитывать все эти привычки, чтобы уже в взрослом возрасте себя чувствовать хорошо, иметь понимание о том, как защитить иммунитет. Конечно, это ведение здорового образа жизни, о котором мы очень много говорим и в СМИ, и в интернете, и по телевидению. Потому что, наверное, то, что мы часто об этом говорим, это немножко уже приедается, но, тем не менее, это имеет место быть. Во-первых, это здоровый сон, если мы говорим о взаимосвязи нервной, иммунной, эндокринной системы. Я помню, на прошлой передаче вы говорили, что мне нужно для полноценного сна спать 12 часов. 10. 10. Вот. Но все мы разные, и медицина стремится к персонификации, к индивидуальному подходу. То есть мы лечим больного, а не анализы. Кому-то и 5-6 достаточно часов, кому-то 7-8, кому-то и 10. Но все мы разные, это вариант нормы. Но если человек ложится в одно и то же время спать, это было бы замечательно. В 10 ложится, в 6 вставать. 7 часов выспался, гормоны нужные выработались, самототропный гормон так называемый. Гормон стресса, кортизол, ушел. Человек в одно и то же время ложится, в одно и то же время встает, распорядок дня. Он выспавшийся, готов к новым свершениям и так далее. Это первое. И опять же, качество сна, да, нужно у пациента спрашивать, страдает ли, просыпается ли он ночью, не просыпается. Ну и поэтому сон вот на первом месте я бы поставила. А второе место, конечно, это физическая активность, о которой мы много часто говорим. И со своими сотрудниками мы ходим по субботам на прогулку с врачом. На прошлой неделе мы участвовали в акции 10 тысяч шагов. Это же не просто так. Если у нас, опять же, возвращаясь, у современного человека сидячий образ жизни и у многих офисная работа, где мы тоже сидим, то физическая активность, разгон крови по организму и профилактика заболевания порнодвигательного аппарата. И вообще физическая активность, она повышает толерантность к глюкозе, профилактика и диабета, да. И вечером пришел с работы, если ты прогулялся, конечно, у тебя голова посвежила, и ты уже отходишь ко сну в более хорошем состоянии. Третий пункт – это пропитание, опять же, возвращаясь к нему. Часто мы просим вести пациента в пищевой дневник, чтобы проанализировать, что люди едят и соответствует ли это заявленному им изначально рациону. Как правило, мы видим в рационе много простых углеводов и мало белка. Так вот, антитела, о котором мы говорили ранее, это белковые молекулы, и белок в организме синтезируется, а не синтезируется, он поступает пищевым элементарным путем. Поэтому если в организме мало белка, неважно, там, животный, морской, растительный, то иммунным клеткам нет, куда будет, в принципе, взяться. Поэтому питание, которое будет полноценно сбалансированное, это, конечно, тоже залог хорошего здоровья. Если в нем адекватное количество витаминов, минералов, микроэлементов, да, воду, опять же, такие люди недостаточно пьют и считают, что чай, кофе, фрукты... Жидкость попить нормально. Да, да, да. Не просто так говорят, да, там, 2 литра в день. Ну, хотя я с этим отчасти согласна, потому что если у человека гипертония, наверное, ему 2 литра в день и не надо пить, лишнюю нагрузку на сердце создавать. И после 8 вечера, наверное, не надо пить, чтобы утром просыпаться не очень отекшим. Но чистую питьевую воду действительно надо пить. И я сталкиваюсь часто с тем, что люди говорят, я не могу много пить, мне вот стакан в день, мне она не лезет. Но это... Это дело привычки. Да, я тоже так думаю. По чуть-чуть, просто визуально расставлять бутылочку, одну в машине, одну на работе, одну дома, и эта привычка, да, придет. Что мы еще можем сделать? То есть физическая активность тоже должна быть регулярно. Не раз в неделю, да, 2-3 раза в неделю, полтора, там часа, там час, пожалуйста. Опять же, можно найти спорт по душе. Это не обязательно, там, можно, да, настроен какой-то, кардиотренировка, это же может быть и пилатес, и йога, которая очень полезна, направлена на вытяжение мышц, суставов и всего прочего. Ну и плюс это же еще эмоциональное настроение своим образом создает. Закаливание было бы хорошо, да. Но это, опять же, дело привычки. Это надо подходить с головой, с постепенностью и регулярностью. Это может быть холодный душ, могут быть обливания. И вот в таком русле. Поэтому каких-то таких рецептов нету, которые вот... Пациент думает, может быть, придет таблетку, ему доктор одну назначит, он не будет больше РВРЗ никогда болеть. Но такого не бывает. А иммунитет во многом зависит от самого человека. Опять же, стресс. Если человек подвержен стрессу, там, на работе, повышенные психоэмоциональные нагрузки, но надо как-то выходить из этого, подключать смежных специалистов, клинического психолога, или как-то находить разгрузку в том же спорте, да, хобби какое-то. Это однозначно все влияет на иммунитет. А в каком случае нужно обращаться к специалисту, да, где можно помочь своему иммунитету самостоятельно? По поводу своему помочь иммунитету самостоятельно это хорошо. И многие пациенты принимают адаптогены, ахиноцею, элеотерокок, имбирь, лимонник, да, имбирь с медом мешают, с лимонным соком. Трепанг на меду. Но так как моя специализация аллергология и иммунология, я как аллерголог тоже переживаю за таких пациентов, и они к нам обращаются. Да, когда ты всю зиму пьешь имбирь с лимоном, с медом, и потом начинают уже сыпать, или куркуму еще туда с перцем добавляют, и такие люди бывают. И потом приходит весь красный. Поэтому самолечением, конечно, я бы не рекомендовала заниматься, да, все через консультативный прием. И хотела еще сказать по поводу сюда же, в эту историю, по поводу витаминов. Люди пьют витамины. Зимой я буду пить витамин D, летом я буду там омегу-3 пить и так далее. Это все здорово, хорошо, но мы же не знаем исходный уровень витаминов в организме. Надо убедиться сначала. Да, да. Опять же, вот у меня пример был, моя подруга, она говорит, у меня, я знаю, что магний хорошо влияет на нервную систему, говорит, у меня мама такая нервная, я ей стала магний давать. Она ей давала этот магний месяц-два-три, потом мама пошла в лабораторию и сдала кровь из вены на уровень магния. Мне кажется, он такой высокий, что и не надо было пить этот магний и тратить деньги. Это тоже экономическая составляющая. Поэтому, опять же, у витаминов есть правила какие-то приема. То есть есть жирорастворимые витамины А, Д, К, которые пьются в первой половине дня. Магний хорош для нервной системы, поэтому, как правило, пьется в вечернее время, что называется, на ночь. Поэтому такие моменты только можно получить на консультативном приеме. А кому обращаться? Ну, если человек раньше болел 2-3 раза в год у РВРЗ, а в последние несколько лет стал болеть, скажем, 7-8 раз, при этом с какими-то осложнениями, приемом антибиотиков и так далее, то наверняка стоит задуматься и обратиться на консультацию. С другой стороны, тоже нет вариантов нормы. Если взрослый человек работает в детском коллективе воспитателем, учителем, естественно, он контактирует с большим количеством детей, и он, наверное, будет чаще болеть, чем тот, который работает удаленно, на дому, как говорится. Поэтому при опросе пациента, сборе анамнеза, ты все эти факторы учитываешь, чтобы какую-то цельную картину воедино создать. Ну, а вот действительно люди принимают витамины. А витамины могут помочь поднять иммунитет? Могут. Витамины вообще, витамины, витажизни, амины, жизненно важные амины. Они очень важны, они участвуют во многих обменах, биохимических процессах в организме. Они, конечно, могут, но тут вопрос, дозировка может быть некорректная. Вопрос вы не в то время принимаете. Потому что, опять же, если девушка занимается предгравидарной подготовкой к беременности, может быть, ей другие надо витамины попить. И так-то они, конечно, могут. И это хорошо. И мы не всегда с пищей усваиваем все эти витамины, которые показаны в суточной дозировке. Хотя, конечно, сейчас лето, сезон овощей, фруктов, зелени более доступен. И тот же витамин D, естественно, и световой день увеличился. Когда бывает солнышко, мы его можем в полной мере получить, нежели зимой. Но, тем не менее, я призываю, чтобы это все делать через прием доктора. А на иммунитет влияет наследственность, например? Конечно, да. Ну, конечно. Если мама с папой болели часто, то и ребеночек будет? Тут вопрос такой. Болели часто чем? Орвей-орозе или герпетическая инфекция? Или еще какие-то? То есть иммунодефицит вообще, состояние, оно бывает первичным и вторичным. Первичное – это генетически. Это вот мы родились такой с генетической поломкой. Ну, не мы, ребенок родился. Либо он унаследовал от родителей гены, либо на этапе беременности мамы произошла такая ситуация, которая привела к этой поломке. Диагностика таких деток происходит в раннем детском возрасте, как правило. Там есть особые признаки первичного иммунодефицита, которые даже буклеты делают и в поликлиниках развешивают. Там 5-6 признаков мама может прочитать, что-то заподозрить, обратиться. Вторичный иммунодефицит – это, который вот, допустим, человек заболел онкологией, его облучили, у него вот вторичный иммунодефицит. После ковида вторичный иммунодефицит, который может быть транзиторный, то есть проходящий. Вот, поэтому здесь еще надо на это обращать внимание. С другой стороны, та же аллергия – это дефект в иммунитете. Тоже считается, что если там папа страдает или мама, один член семьи, то риск того, что у ребенка эти будут гены – 25%. Если два родителя страдают, то, соответственно, 50%. Но те гены, которые нам передали, они не факт, что они реализуются. Должен быть какой-то триггер, провоцирующий фактор. Поэтому не обязательно, что у мамы герпес на губах раз в месяц, и у ребенка это будет. Не обязательно. Здесь все очень индивидуально. А хронические заболевания на иммунитет влияют? Однозначно. Особенно, я уже привела пример у пожилых людей. То есть есть фоновые заболевания, коморбидные, хронические. Любое хроническое заболевание имеет период обострения ремиссии. Допустим, танзелит, воспаление миндалин. У одного воспаляется раз в год, он там прополоскал горло, грубо говоря, хоргексидином и пошел. А у другого – раз в месяц. И у него гнойна ангина, и он высокими дозами антибиотиков лечится неоднократно у лор-врача и так далее. Поэтому, естественно, хроническое заболевание – это фон, который может влиять на состояние иммунитета в целом. Аутоиммунные заболевания как на иммунитет влияют? Опять же, смотря... Аутоиммунные вообще заболевания – интересная такая история. Причину однозначно никто не знает, почему не появляется. Мультифакториально – красивое слово. Много факторов. И генетические, и профессиональные, и переохлаждение, и тот же этот стриптококк, который в горле живет. Лечение есть. И лечение не обязательно ему на супрессивной терапию. И лечат сейчас ревматологи очень хорошо. Хорошо в том плане, что качество жизни у таких пациентов не страдает. А что такое качество жизни? Он работоспособен, может завести семью, ведет активный образ жизни. То есть ему заболевания не мешают себя реализовать как полноценного члена общества. Поэтому не обязательно, что ко мне приходят такие люди. Я не скажу, что по нему сразу видно, у него это иммунозаболевание, он чаще болеет, вот он пришел ко мне, как иммунологу. Нет. Медицина не стоит на месте. Сейчас есть хорошие современные препараты, которые помогают таким больным. Еще есть такая версия, что чуть ли не 90% нашей иммунной системы находятся в кишечнике. Вот так ли это? Вообще есть центральные органы иммунной системы, периферические. Центральные – это красный костный мозг и тимус. Красный костный мозг находится в трубчатых костях, в грудине. Там происходит вообще образование этих клеток иммунной системы. И потом они мигрируют в лимфатические узлы и в другие органы. И есть вилочковая железа. Тимус по-другому называется. Она находится в верхнем отделе… Мозг? Нет, в верхнем грудном отделе она находится. Да, в области шеи. И когда человек рождается, она максимальный размер имеет. И в процессе возрастления она подвергается инволюции. То есть у взрослого человека 4-5-6 грамм буквально составляет. Это центральные органы иммунной системы. А есть периферические, туда входят и лимфатические узлы, и селезенка, и так далее. Вот кишечник, он сам по себе большой орган. И он окружен лимфоидной тканью. И вот эта лимфоидная ткань очень активное участие принимает, в том числе в борьбе с вирусной инфекцией. То есть это и урвей, и урзей, и герпес, и так далее. И так как сам по себе кишечник несет много функций. Это и пищеварительная, и защитная, и метаболическая. И вырабатывает и белки, и антитела, и витамины различные, и витаминоподобные факторы. То, конечно, он очень важен в плане иммунитета. И сейчас очень современно говорить о микробиоте, микробиоме кишечника. Сдают анализы и смотрят, какие там, не только бифидолактобактерии, которые у всех на слуху, их там очень много полезных бактерий. Снижено их количество или повышено. А других бактерий, зловредных или условно-патогенных, снижено, повышено. И просто корректируя вот этот дисбаланс, уже можно привести иммунитет в порядок. Поэтому, безусловно, кишечник – важный орган для иммунитета. Да, анализ колонофлор называется совсем не дешевый, но стоит его сдать. Такой вопрос задам. Если у человека нездоровый кишечник, допустим, наличие аутоиммунного заболевания, ну, не дай бог, болезни крона или неспецифического язвенного колита, у этих людей все будет плохо с иммунитетом? У меня есть такие пациенты, и причем это люди молодого возраста. Я не скажу, что такие люди часто болеют. Опять же, есть какие-то меры профилактики, да, элементарные руки помыть и нос помыть морской водой, в конце рабочего дня придя домой, чтобы все вирусы, бактерии, аллергены оттуда убрать. Не обязательно. Такие люди, как правило, находятся на базисной терапии. Может быть, не сразу удается ее подобрать, может быть, там будут госпитализации какие-то. Но, тем не менее, я не вижу, что такие люди именно в плане иммунитета прям страдают. Хотя, ну, они с другими вопросами обращаются именно по своему основному заболеванию. Да, у них, может быть, эта функция неполноценная, но если умело и грамотно подобрать терапию, дозировку, у них все проблемы с кишечником можно нивелировать, при этом они должны диету еще, да, держать? С тем же, с неспецифическим язвенным колитом определенным. Если они будут не нарушать, не пить, там, алкоголь, черный кофе и какие-то запрещающие продукты ревматологам или гастроэнтерологам, то они будут нормально себя чувствовать, вести нормальный образ жизни и не будут часто болеть простудными заболеваниями. То есть у этих людей тоже, может быть, все нормально. Прогноз, да, благоприятный. Да. Ну и тогда последний вопрос. Как определить качество иммунной системы? Сдается анализ, то есть пациент обращается на прием к врачу-аллергологу-умонологу, тот собирает жалобы, проводит осмотр, и если этого требует ситуация, мы назначаем анализ, который называется «Кровь на иммунный статус». Так и называется иммунограмма. Это сдается кровь из вены натощак с расширенным, развернутым, общим анализом крови, и уже происходит оценка различных звеньев иммунного ответа. Но опять же иммунитет – это такая история, как он подвижный. Ну как к утру мы встанем, у нас температура 36,1, а к вечеру 36,6. Ну что-то не норма, норма. Так и иммунитет. Утром клетки одни немножко спят, другие повышены. Вечером наоборот. Но тем не менее вот этот анализ, он сдается у нас в центре в том числе, он помогает разобраться, какие отклонения есть. Там есть клеточный иммунитет, гуморальный, клеточный отвечает за бактериальную историю, гуморальный за вирусную, каких мало антител, каких много сиди клеток. В общем, он такой обширный и интересный, который проводится оценка врачом-иммунологом. И уже решается вопрос о назначении той или иной линии терапии. То есть терапия, она тоже существует? Да, конечно. Это не какая-то сложная терапия? Смотря на жалобы, какие пришли. Но я думаю, что когда человек приходит и говорит, у меня вообще нет иммунитета, я говорю, ну что же вы обманываете? Не было бы иммунитета, мы бы своими ногами сюда не пришли. И дверь не открыли. То, что часто болеете, ну это другой вопрос. Но то, что нет иммунитета, это не так. Ну такие люди не живут, у которых нет иммунитета. Поэтому, конечно, мы стараемся, как правило, начать какую-то иммуномодулирующую терапию. Но опять же, есть свои правила. Организм ленивый, да, он начнет принимать что-то снаружи. Зачем мне надо внутри какие-то факторы вырабатывать, интерфероны, зачем мне это надо, во-первых. Во-вторых, летом мы стараемся этим не заниматься, только по необходимости. Все-таки это более переходные периоды, весна, осень, когда возрастает риск ОРВИ, ОРЗ заболеть и так далее. Ну что ж, я желаю здоровья всем нашим пациентам, чтобы иммунитет не подводил. Спасибо, что пригласили. Я напомню, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили об иммунитете. В гостях у нас была заведующая аллерго-респираторным центром Владивостокской поликлиники номер 3 Александра Власова. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова